Давние войны между БК-боярами и консольщиками в основном держатся на аргументах особенностей той или иной фишки платформы. Одни под микроскопом сравнивают картинку, другие козыряют ценами на игры, третий говорят за оптимизацию. Но главным камнем преткновения стоит вопрос, да как вы играете в шутаны на джойстике? Мышь, наше всё! Но если копнуть чуть глубже, оказывается, что практически для всех поколений консолей в том или ином виде выпускался данный аксессуар. Для 16-битных Sega Mega Drive и Sega Mega CD существовала вполне официальная сеговская мышь. Правда, игр, поддерживающих данный девайс, было всего штук 30. У Super NES тоже был данный девайс, и список совместимых игр уже был около 60. Правда, Sega Saturn впоследствии взяла реванш, и поддержкой мыши обзавелась уже целая сотня игр. На Sega Dreamcast официально выходила как мышь, так и настоящая клавиатура, которые позволяли полноценно играть в 3D-шутеры, такие как Quake 3, Unreal Tournament и даже Half-Life. А из всей линейки PlayStation мыши, наверное, не было только для второй плойки. Хотя, в теории, мышь от первой PS могла вполне нормально подключаться и ко второй, так как парты контроллеров у них были абсолютно одинаковые. Так что консоли совсем не были обделены такой роскошью, оставался лишь вопрос количества игр, которые будут поддерживать мышку. Но сегодня речь пойдёт даже не о 16-битных консолях, а о более ранних 8-битных. И конкретно об NES, она же Famicom, она же Dendy. Во времена актуальности данной консоли, мышь была ещё довольно диковинным девайсом, и естественно, для 8-биток ничего подобного не было. Так, почему бы это не исправить? Идея данного девайса пришла ко мне спонтанно. Как обычно и бывает, после 2-х часов ночи в голову начинают лезть всякие бредовые мысли. Когда у одних появляется необходимость узнать принципы работы адройного коллайдера, а другие начинают резко интересоваться законами ядерной физики, третьим приходят на ум идеи бесполезных и непонятных устройств. И примерно в это же время я смотрел стрим одного паренька, который играл в Панишер на Дензе. Смотрю и думаю, ведь крестовиной двигать прицел совсем не круто, наверное, было бы удобнее делать это мышкой. Но ведь мышки для Дензи не бывает. Как не бывает? Ну да, не бывает. Какого чёрта? Весь следующий день данная мысль не давала мне покоя. А потом ещё раз сказал, да какого чёрта? И решил исправить эту несправедливость. Хотя на самом деле мне было больше интересно, а насколько реально играть в старые игры с мышки? Готовых решений никаких не было. А это значит, придётся напрячь мозги и изобрести данный девайс. Данный проект не задумывался как отдельно серьёзный проект. Основной задачей было минимальными усилиями прикрутить мышь к приставке. Благо, что и мышь, и Дензи работают на 5-ти вольтовой логике. А значит, в теории, воссоздать вундервафлю можно на обычной Ардуине. И даже без дополнительного обвеса. Сначала я нашёл рабочую библиотеку для работы с ПС пополам мышью. Полностью проверив её работу, встал вопрос эмуляции протокола джойстика. На самом деле, в Дензиовых геймпадах никакого протокола нет. Внутри геймпада стоит самый обычный 8-битный сдвиговый регистр. Звучит страшно, но работает просто. Данная микросхема преобразовывает параллельную загрузку регистра в последовательную. То есть комбинацию нажатых кнопок на входе отдаёт последовательностью сигналов на выходе. Каждая кнопка джоя привязана к определённому биту микросхемы. Далее приставка отсылает сигнал сброса регистра, он обнуляется и запоминает новую комбинацию нажатых клавиш. После сигнала сброса приставка посылает тактовые сигналы. После каждого такого сигнала микросхемы переключаются на следующий бит и отдают на выходе его состояние. Вот, собственно, и всё. Наша задача состоит в чтении состояния мыши и упаковке данных в формат сдвигового регистра. И вроде бы всё просто, но проблемы начались во время отладки. Как оказалось, 16 МГц Ардуины бывает недостаточной для стабильной работы адаптера. Приставка опрашивает геймпад 50 или 60 раз в секунду, а тактовый импульс опроса настолько короток, что Ардуина не успевает его поймать. Отсюда появились пропуски или неправильные нажатия кнопок. Не буду вдаваться в подробности всех проблем, но в конце концов удалось вполне адекватно спарить мышь с носорогом. Ещё раз повторюсь, что я не ставил задачу сделать всё красиво, поэтому вся конструкция держится на добром слове и чьей-то матери. Пины геймпада жёстко привязаны к пинам Ардуины. Почему так, покажу позже. А вот пины мыши можно беспоследствию перевесить на любые другие ноги. Параметр Sense отвечает за чувствительность определения направления передвижения мыши, так как мышью очень сложно нарисовать прямую линию, а отсутствие фильтрации приведёт к ложному нажатию других кнопок направления. Далее с небольшим периодом делаем опрос мыши. На самом деле задержка гораздо больше, нежели 5 миллисекунд. Почему так? Опять-таки чуть позже. Далее идёт чтение состояния мыши, и в конце главного цикла отправляем данные в приставку. Данные отправляются несколько раз, чтобы исключить пропуск запросов состояний. Класс геймпад занимается упаковкой данных и отправкой в приставку. При опросе мыши она даёт относительные координаты перемещения, которые сбрасываются при каждом запросе данных. В нашем случае это излишнее, и координаты перемещения нам в принципе нужны только для определения направления передвижения. Вместо этого каждое активное состояние направления будет плюсоваться в счётчик, и далее отправляться в консоль, пока счётчик состояния не будет равен нулю. Такое решение актуально только для эмуляции крестовины. Для остальных кнопок достаточно прямого чтения текущего состояния. Далее ожидаем сигнал сброса от консоли и выключаем прерывания Ардуины. Если их не отключить, то Ардуина во время отправки посылки может отвлечься на посторонние задачи, и консоль примет неправильные данные. Именно в связи с отключением прерываний запрос времени перестаёт работать, и поэтому выставленные 5 миллисекунд в периоде опроса мыши получаются далеко не 5 миллисекунд, а гораздо больше. А далее ожидаем тактовый сигнал и отправляем каждый бит посылки. И после всего этого включаем прерывание обратно, иначе отвалится опрос мыши. А вот и причины хардкодинга пинов Джоя. Штатные ардуиновские методы DigitalWrite и DigitalRead делают слишком много лишних телодвижений, и Ардуина не успевает отреагировать на все сигналы, поэтому гораздо быстрее будет прямое обращение к портам. Ну вот, собственно, и всё. Последний параметр определит продолжительность нажатия кнопок крестовины. Сама мышь работает так. Перемещение мыши будет эмулировать крестовину геймпада. А и Б назначены на левую и правую кнопки мыши, а селект и старт будут нажиматься при прокрутке колеса вверх или вниз. Ну ладно, хватит нудятины, давай уже посмотрим, как это в Ундервафле работает. Очевидно, что для такого управления больше подойдут игры с видом сверху или опять-таки с прицеливанием. И скорее всего, малоиграбельными окажутся такие жанры, как платформеры или экшены. Тем не менее, именно с них я решил начать свои страдания. А комфорт управления в игре буду оценивать по пятибольной шкале. И кажется, я был неправ. Боюсь признаться, что в Чиппи Дейл играется более чем комфортно. Да, есть некоторые нюансы управления, но их можно списать на отсутствие опыта игры с мыши. Например, в прыжке надо перемещать мышь, чтобы бурундук не свалился в пропасть. Для того, чтобы взять ящик, также требуется перемещать мышь в направлении объекта. Но в целом, бегать по платформам довольно-таки комфортно. Поэтому в данной игре можно поставить крепкие 4 балла. Геймпад в этой игре опрашивается 50 раз в секунду. В Double Dragon управление уже не такое отзывчивое, и я бы даже назвал его ватным. По ощущениям, присутствуют пропуски команд или их полное игнорирование приставкой. Хотя, раскадровка сигналов показывает чёткую работу. Но играть в такое совсем не весело, и поэтому только 2 балла. Один из представителей скролл-шутеров Final Mission показывает гораздо лучший результат. Хотя, с непривычки, ожидаешь более шустрое перемещение персонажа и более быстрый отклик на оружие. Тем не менее, игра не вызывает дискомфорт, и после очередного провала хочется пройти уровень заново. 4 балла. Третий, мать его, Робокоп. В этой игре все особенности нового контроллера показываются во всей красе. Робо довольно медленно ходит, поэтому приходится активно теребонкить мыша. Да и моменты с приседанием доставляют много боли. В этой игре очень часто приходится сидеть на картах в ожидании удобного момента атаки. И он будет сидеть, но только в то время, пока мышь едет вниз. В общем-то, смириться с этим можно. И, возможно, на следующих уровнях будет играть даже проще, так как данная механика там применяется в гораздо меньше степени. Короче, 3 балла. Ниндзя Гайден вот прям сходу хочется поставить четверку. Тут все прекрасно. И отзывчивость, и малое количество случайных нажатий. Немного портит картину только моменты с лазанием по стенам. А в целом, вполне годное управление. Кстати, на раскадровке сигнала видно, что контроллер опрашивается два раза. Такой опрос мне встречался во множестве игр, и для чего он делается, я так и не понял. Возможно, для более четкого определения нажатия, а возможно, для избежания дребезга контактов. Еще одна игра, в которую мышь вписывается как нельзя кстати. В Gunsmoke мышка раскрывается во всей красе, и создается ощущение, что ее поддержка тут была изначально. Герой так лихо одевается на мышь, что эту игру хочется пройти именно при помощи мышки. Вердая пятерка. Наравне с Gunsmoke идет Джакал. Раньше эту игру я вообще не замечал, считая ее геймплей довольно скучным, но, блин, мышь смогла изменить мое мнение. Уворачиваться от пуль стало гораздо интереснее, да и в целом геймплей сильно преобразился. 5 баллов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В арканоида подобные игрушки про пожарников ожидаемо все тоже хорошо. Не скажу, что мышь приносит какой-то новый опыт, но играть в эту медитативную красочную игру очень комфортно. Однако при всей ее простоте консоли опрашивают джойстик два раза. Топ-ган, ну это просто вау. Возможно, эта игра создавалась с учетом подключения на зуммер, который является контроллером для авиасимуляторов. Поэтому управление с мышки просто 5 из 5. Прицел не глючит, бегает очень шустро, да и вообще. Короче, я в культурном шоке. Скай Дестройер при родственном жанре стоп-ган не может похвастаться такой же просью драйвом. Обратная связь чувствуется, но на довольно слабом уровне. Играется комфортно, но не более. Три балла. А вот танчики сильно разочаровали. Тот же самый случай, что и с Double Dragon. Управление ватное и неестественное, хотя, казалось бы, что проще, чем перемещение объекта по игровому полю. Тем не менее, играть можно, но без особого удовольствия. Тинетун показывает результаты, схожие с Робокопом. Играть относительно комфортно, но совсем не весело. Чувствуется небольшая затормошенность и плохой отзыв на действие. И поэтому больше трех баллов поставить сложно. Играет музыка. Играет музыка. С Power Blade дела немногим лучше. Точнее, даже хуже. До Ninja Gaiden эта игра явно не дотягивает, и играть в неё не очень-то и хочется. Опять-таки, управление ватной и совсем не информативное. Пару уровней, конечно, пройти можно, но на большее не хватит либо здоровья, либо терпения. Два балла. Другое дело Alien 3. Тут всё напротив. И бегается комфортно, и стреляется шустро. Могу однозначно сказать, что в данную игру играть на мышке одно удовольствие. Поэтому 5 баллов. Играет музыка. Я честно пытался дойти до уровня с тиром, но кто играл во второго рыбокопа, тот в курсе нюансов с местным управлением. И, наверное, это единственная игра, которой рука не поднимается поставить больше одного балла. Короче, без комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok В очаровании 90-х Чип и Дейл во Вьетнаме. Она же Heavy Barrel. Несмотря на скожесть с тем же Джакал, играется в неё не так комфортно. Тут присутствуют лаги не только с перемещением, но и со стрельбой. Персонаж двигается неуверенно и за это время его обычно успевают подстрелить. Два балла. Вот ещё один номинант на твёрдую единицу. Симулятор бильярда Lunar Ball. В принципе, тут даже управление с джойстика вызывает много вопросов, а с мышки так и вообще неиграбельно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и напоследок именно то, разве чего эта дича создавалась. У меня были некоторые волнения по поводу Punisher, но к счастью в нём всё работает великолепно. Передвижение прицелом происходит практически так, как я и ожидал. И да, играть в неё мышкой оказалось гораздо удобнее и веселее. Вообще, я далеко не фанат этой игры. Она мне пару раз попадалась в детстве, но абсолютно не увлекала своим однообразным геймплеем. В принципе, не увлекла и сейчас. Однако, она заставила напрячь мозг и соорудить хоть бесполезную, но прикольную приблуду, которая, как оказалось, вполне применима и в несвойственных ей жанрах. Да, работать не идеально, но тем не менее показывает свою жизнеспособность. И я уверен, что если приложить ещё немного усилий для оптимизации кода, мышь заработает более адекватно и расширит диапазон её применимости в других играх. А что ты думаешь по поводу данного девайса, можешь смело оставлять в комментариях. Всем мира, добра и удачи и до скорых встреч!